Индийская актриса с обворожительными карими глазами и игривой улыбкой покорила всех советских зрителей с выходом фильма «Зита и Гита». Прошло больше 50 лет с момента выхода, и актёры саги изменились до неузнаваемости. Многих даже нет в живых. Что же стало с главной героиней? Хема Малиничи Краварти родилась 16 октября 1948 года в богатой тамильской семье. Мать была кинопродюсером. Правда, не в Болливуде, а в южном штате Томилнат, где родилась и воспитывалась Хема. Хема ходила в школу ученые, однако особого усердия в учёбе не проявляла. Больше всего она любила историю, игнорируя другие предметы. Девочка много времени проводила за занятием танцами. Её судьба была предрешена ещё в детстве, ни у кого не вызывало сомнения, что она станет актрисой. Однако для этого необходимо хорошо двигаться и слышать музыку. Хема это прекрасно понимала, поэтому с особым усердием овладевала классическим индийским танцем. Благодаря музыке, танцам и урокам вокала Малини была прекрасно подготовлена к съёмкам в кино. К тому же природа наделила её необычайной красотой, что тоже очень важно для успешной актёрской карьеры. Каждый индийский актёр желает попасть в Болливуд, эту удивительную фабрику грёз знойной страны. Только здесь есть шанс сняться в фильме и стать звездой мирового масштаба. Конечно же, Хема Малини тоже мечтала об этом. Её мечта сбылась. Девушку пригласили на съёмки фильма «Продавец грёз» и предложили сразу главную роль. Более того, с ней в паре должен был играть Радж Капур, в те годы самый популярный в Индии актёр. Его участие в картине гарантировало ей стопроцентный успех. Так Хема Малини стала звездой. После съёмок в знаменитой на весь мир картине Зита, Егита за Хемой стал ухаживать Саджив Кумар. Их совместная работа на съёмочной площадке так приглянулась зрителям, что они были рады увидеть любимую пару и в реальной жизни. Вскоре оказалось, что отношения актёров – это совсем не рекламный трюк. Саджив сделал любимые предложения по всем правилам. Семья девушки с радостью согласилась на их союз. Им было поставлено лишь одно условие. Свадьба состоится позже, когда Хема закончит свою карьеру в кино и сможет посвятить себя обязанностям жены и матери. Все были довольны, но недолго. Слухи о том, что у Хемы роман совсем не с Садживом Кумаром, распространялись неумолимо и вскоре достигли ушей Джай. Она была в ужасе, ведь её дочери приписывали отношения с актёром Тхарминдрой. А он был не известным любителем женщин, но ещё и женатым мужчиной с четырьмя детьми. После этого они снялись вместе ещё в нескольких фильмах. На экранах они часто изображали влюблённую пару, и эти чувства вышли за пределы съёмочной площадки. Хема Малини разорвала свою помолвку и была готова стать второй женой Тхарминдры. Но в этом случае законы Индии не позволяли ни многожёнства, ни развода. Он мог жениться во второй раз только после того, как станет вдовцом. На протяжении восьми лет влюблённые искали способы узаконить свои отношения. Позже Тхарминдра рассказывал, помню, как впервые увидел Хему на съёмочной площадке. Эта красавица достигнет многого, подумал я. Девушка очаровала всю съёмочную группу, и меня тоже. Отец актрисы был в ярости, когда узнал о романе дочери с женатым мужчиной, это был позор для их семьи. Ахема говорила, ведь сердцу не прикажешь. Санджив Кумар очень хороший человек, приятный мужчина, но мог быть мне только другом. А сердце тянулось к Тхарминдры. Я пыталась противостоять своему влечению. Но никто ведь не влюбляется преднамеренно. Это просто случается, и всё. Как у нас с Тхарамом. У меня хватало здравого смысла осознавать всю бессмысленность и бесперспективность отношений с женатым мужчиной. Я понимала, что наша с Тхарминдрой любовь обречена. Но ничего не могла с собой поделать. Ведь чувствовала себя с этим человеком по-настоящему счастливой. Он веселил меня, рассказывал тысячи интересных историй. Время с ним пролетало незаметно. Об их романе писали во всех газетах. Чтобы спасти дочь от пересудов, родители хотели выдать её замуж за Джитендру, ещё одного перспективного индийского актёра. Но когда жених пришёл свататься, получил отворот-поворот. При этом зрители полностью поддерживали Хему Малиньи и Тхарминдру. Ведь их любовь была такой же, как в кино. Хема родила двух дочек. Старший, Эшидиол, 36 лет. Она известная актриса, жена и мама четырехлетнего сына. Младший, Ахане, 33 года. Она также замужем и тоже воспитывает сына. Один из вопросов, который задали журналисты Хеме Малиньи, на что она потратила свой гонорар от съёмок в Зите и Гите. Оказалось, что актриса купила на эти деньги небольшой дом в Мумбаи и переделала его по своему усмотрению. Сначала мне мечталось сделать его восьмиэтажным, но соседство с аэропортом не позволило выполнить задумку, остановилась на пяти этажах. «Но зато один этаж принадлежит только мне. Там у меня не только гостиная, спальня, кабинет, храм, где я могу молиться, но и танцевальный зал», – рассказала актриса. По словам Хемы Малиньи, танцы – это её жизнь. Ещё в молодости она изучала стили пхаратнатим, кучипуди и одиссе у лучших и известнейших гуру Индии. Недаром в фильмах, исполняемые Хемой, танцевальные номера гораздо сложнее, чем у любой другой актрисы. Кстати, обе дочери Хемы Малиньи замечательно танцуют и иногда даже выступают вместе с мамой. «Танец – это то, что заставляет меня двигаться вперёд и придаёт сил. Танец – лучшая терапия. Он позволяет владеть телом в совершенстве, что для актрисы и женщины очень полезно», – считает Хема. Интересные факты об актрисе. В 2012 году она получила почётную докторскую степень по философии в Университете Сингхания в Удайпуре, штат Раджастана. За то, что она неоднократно повышала свой голос, чтобы противостоять жестокости к животным, и за свою твёрдую приверженность гуманной вегетарианской диете она выиграла титул «Человек-года» в 2011 году. Хема Малиньи была одной из первых актрис, которые носили клеши и рубашки на большом экране. В своей автобиографии Хема рассказывает, что Джитендра и Санджив Капур, две крупнейшие суперзвезды эпохи ретро, обратились к ней с предложением руки и сердца. Но именно Тхармендра покорил её сердце. Во время сцены в фильме «Месть и закон», где Тхармендра снимается вместе с Хемой Малиньи, Тхармендра предварительно заплатил местным мальчиком, чтобы они неоднократно ошибались во время выстрелов, чтобы он получил шанс обнять актрису. Поскольку Тхармендра уже был женат и имел четверых детей, Хема Малиньи и Тхармендра приняли ислам. После обращения Хема была названа Аиша Биер Чикраварти, а Тхармендра Дилавархан. Хема Малиньи на 6 лет старше сына Тхармендры, Санни Диола от первой супруги Пракашкаур. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Мы читаем их, и нам важно ваше мнение. Субтитры сделал DimaTorzok